еще раз добрый день уважаемые дамы и господа напомню вы слушаете радио народная волна на частоте 15 90 м на нашем веб-сайте radio nvc.com ну и конечно же на нашем youtube канале путешествие в новую реальность татьяны минакер здравствуйте татьяна давно мы вас не видели не слышали мы вас слышим отлично я знаю что на моей стороне какая-то проблема что мой микрофон работает не так как хотелось бы но вас слышно отлично замечательно я вас тоже слышу хотя чуть приглушена я вам хочу сказать что конечно хотелось бы чтобы наша встреча проходила в более приятных обстоятельствах и более приятных так сказать части жизни но к сожалению как говорят времена не выбирают в них живут и умирают и мы сегодня к счастью с нашей стороны пока еще не умираем а вот то что сейчас происходит в украине это катастрофа и самое главное это то что как говорит известная поговорка что первая жертва на войне это всегда правда потому что идет такой чудовищный поток дезинформации и вы знаете что я поражаюсь но точнее я не поражаюсь но просто когда с этим сталкиваешься это становится ужасным дело в том что самое сильное оружие российской пропаганды это не танки не самолеты не ракеты а пропаганда вот это самое сильное оружие это самое сильное оружие российской стороны амсуре оговорилась но самое сильное оружие российской стороны это пропаганда всегда им было и по сегодняшний день никто так не так сказать не имеет я думаю сегодня в мире ни одна страна не имеет такого опыта, такого, так сказать, опыта, будем говорить, военного опыта пропаганды, как Россия. Вы знаете, потому что это еще советская пропаганда перешла, их опыт, если вы помните, вы, наверное, все слышали выступление Юрия Безменова, который вот этот был дефектор из КГБ, который погиб в Канаде в 81-м году, если я не ошибаюсь, и он как раз очень четко объяснил стадии деморализации противника, и вот это вот то, что сегодня невероятной мощью и, кстати говоря, с большим успехом делает российская пропаганда, и насколько это успешно, я вижу даже по своим друзьям. Вы знаете, вот я поразилась, что не только в Москве вполне образованные даже мои друзья шлют мне всякие пропутинские тексты, видео и прочее, и более того, во Франции, французская, так сказать, журналистика, ну, эта проститутка всегда была, и вообще мое отношение к Франции можете, так сказать, понять, прочитав мою статью «Моя франкофобия». Вот, и то же самое, понимаете ли, то же самое идет оправдание путинской агрессии. Вы знаете, это очень страшно, потому что, как говорится, лежачего не бьют. Вы понимаете, что в отличие от России, Украина не тренировала в течение трех десятилетий, четырех десятилетий воинов для агрессии, непрерывной причем, и не работала на войну, и, конечно, она находится в плачевном положении. Это все, что у нее сейчас есть. Это я сегодня видела видеофильм снятый, ну, не фильм, а просто какие-то куски снятые на оккупированной уже россиянами территории, где просто дети и взрослые просто руками не пускают военный бронированный автомобиль, просто держат его на дороге. Руками просто стоят и отталкивают руками. А вот все-таки, понимаете, какой-то еще инстинкт есть у людей не задавить детей. Вот дети и взрослые просто свои тела кладут, чтобы эти танки бронетранспортеры не проходили. Это все, что у них по большому счету есть. Даже если они получат эти самолеты, то это все, вы знаете, против летчиков, которые воевали где попало и с кем попало все время в последнее время, там никакого опыта нет. И потом взлетные полосы разбомблены, российская авиация имеет преимущество, в воздухе тут даже говорить не о чем. Вот. И все это очень-очень грустно, потому что, я вам скажу, что никто, вот насколько люди не понимали, что их ожидает, я очень хорошо увидела по тому, что я месяца два тому назад положила три доллара в споре с американским своим приятелем, который говорил, что Путин не войдет на Украину и войну не начнет. А я сказала, что начнет и войдет. И несмотря на то, даже такие опытные военные специалисты, как Андрей Ларионов, Марк Солонин, они говорили, что война не начнется, а Таня Минакер с музыкальным образованием сказала, что начнется и ждите. Прямо вот-вот-вот. И вы понимаете, я вам скажу, что у меня две причины были, почему я так сказала. Первое, это то, что я училась с Владимиром Путиным в одной школе, 193-й школе Дзержинского района города Ленинграда на Басковом переулке. Вот. И у нас были все те же самые учителя. И я вам могу сказать, что у нас была совершенно потрясающая учительница истории. Я до сих пор помню ее уроки. И именно она блистательно давала уроки по военной истории. Вы знаете, я до сих пор помню расположение танков на Курской губе, где стояли во время битвы на Курской губе, где стояли танки немецкие, где стояли советские, как они шли, как они двигались. Понимаете, вот она каждый раз, когда входила в класс со своими картами там, это было начало какой-то потрясающей красивой сказки, которая самая главная что-то сказка при всех трагедиях, при всех трудностях. Это, понимаете, это была рыцарская сказка. Эта сказка заканчивалась, эта война, эта битва всегда заканчивалась победой. И вот это ощущение победы, причастности к этой победе вошло, как и в меня, но оно также вошло и во Владимира Путина. Понимаете, вот это самое лучшее, с чем этот человек себя идентифицировал в жизни. Самое красивое и самое прекрасное. Понимаете, что было дальше? Дальше был позор в Германии, когда в русских все плевали и выбрасывали их оружие, продавали торговлю. Потом была позорная мафия в Петербурге. Что в Москве творилось с этой жуткой криминальной ситуацией? Вот это свет, с чем себя было идентифицировать? С русской мафией? Нет. С нищетой, разорением, криминалом? Нет. А вот это чистая, вот это чистая победа, вот это прекрасное все. Это просто оргастическое состояние, которое Путин хочет повторить и повторить и повторить. И вот это очень понятно, понимаете? Потому что вот прильнуть к этому свету победы – это невероятное счастье. И он хочет его испытывать, это понятно, это раз. Ну, а второе – это то, что я, опять же говорю, что я занималась музыкой, и вот эти занятия меня привели к очень интересным историческим исследованиям. И вот об этом я написала статью, которую я чуть-чуть хочу вам сейчас с ней познакомить, чуть-чуть, которая называется «От покорения Сибири Ермаком до перехода Суворова через Альпы». И эпиграфом к этой статье я поставила слова американского дипломата Джорджа Кеннона, очень известного дипломата, который написал, что ревнивый и нетерпимый глаз Кремля может отличить в конце только вассалов или врагов. И соседи России, если они не хотят быть тем или другим, должны все-таки сдаться быть одним или другим, как бы им это не нравилось. То есть смысл в том, что соседи России могут иметь только один выбор – это либо быть вассалами или быть врагами. К сожалению, вот сейчас сегодняшняя ситуация, она очень это ярко подтвердила, потому что сосед России и Украина отказался быть вассалом. Итак, я начинаю свою статью. «Родилась я, выросла и училась в шведском королевстве. Что ты несешь? Ты же в Ленинграде. Да, но ленинградская область была исконной шведской территорией и была завоевана Петром Первым. Петербург был построен с целью стать крепостью против шведов. Отсель грозить мы будем шведу. Вот здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Судьбою здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Петровские завоевания были одной из наиболее запоминающихся глав 500-летней истории под названием «Российские завоевательные войны». Картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» показывает несколько агрессивное и недружественное завоевание сибирских народов. Это экспедиция Ермака Тимофеевича в 1581 году. Меня охватывает смех, когда россияне вменяют американцам покорение индейских племен. Русские покоряли Якутию, Чукотку, Ивенков, Алиутов, Ханты, Манси с такой жестокостью, что зверство, совершенное россиянами по отношению к Алиутам и другому местному населению, как раз Индии, тем самым индейцам в Калифорнии, помните, это был Форт Рос, «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду», юнон и авось, вызвали в Калифорнии ужас и протест испанской администрации. Три доллара, поставленные мной полтора месяца назад на кон в споре, войдет ли Путин в Украину, достались мне. Суперуважаемые, суперобразованные военные историки-аналитики и просто военные убеждали, что Путин блефует, что никакой войны не будет. Мое музыкальное образование, сказал, войдет и будет. В музыкальном училище при консерватории я увлеклась биографией Шопена. Меня потрясла история его бегства из Польши во Францию, во время подавления польского восстания войсками Николая Первого, разорения шопеновского имения Железового Воля, огромная польская эмиграция во Францию. Вот что пишет историк Петр Черкасов. В 1831 году тысячи польских повстанцев и членов их семей, спасаясь от преследования властей Российской империи, бежали за пределами царства польского. Они осели в разных странах Европы, вызывая сочувствие в обществе, которое оказывало соответствующее давление на правительство и парламенты. Именно польские эмигранты постарались создать России крайне неприглядный образ душителя свобод и очага деспотизма, угрожающего цивилизованной Европе. Полонофильство и русофобия с начала 1830-х годов стали важными составляющими европейского общественного мнения. Критикой Франции и Европы поведения России вызвало к жизни два омерзительных стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Они соответствовали презрительному отношению к восставшим полякам большей части русского дворянства. Стихи сегодня читаются с экранов московских телевизоров, потому что описывают современную драму с Украиной с абсолютно пропутинской точки зрения, кстати, поддерживаемой 70-80% российского населения. Мы с детства умилялись свободу любимого Пушкину. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе!» – прокричал Блок в своем практически последнем стихотворении. Вдруг мы видим малознакомого Пушкина, страстного пиита, воспевающего русский имперский захватнический трон и поддерживающего этот трон своим гениальным пером. Когда он в 1831 году писал «Клеветникам России», «Украина была частью Польши, и все, что с Польшей происходило, происходит сегодня с Украиной». Чтобы ощутить дыхание истории при сегодняшнем конфликте России с пока еще независимой Украиной, посмотрите на портрет Станислава Августа Понятовского. И вот что пишет Александр Пушкин. «Униженная Швеция и уничтоженная Польша – вот великие права Екатерины на благодарность русского народа». Потому что и то, и другое Екатерина сделала. И по поводу Станислава Понятовского он был королем Польши с 1764 по 1795 год. Прочитайте внимательно его титул. Внимание! «Божьей милостью и волей народа, король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мозовецкий, жимаецкий, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский – это балтийские страны, смоленский, северский, черниговский и прочее, прочее, прочее. Кстати, надо сказать, что король в Польше выбирался сеймом. И насколько влияли соседние страны на выборы этого короля показывает тот факт, что Катерина сама помогла поставить его на трон в 1764 году, потому что как это не смешно было ее любовником в тот момент. Она всегда своих любовников расставляла Потемкина туда, Понятовского сюда, вот так вот все нормально. И вот этот Станислав Август Понятовский был королем Речи Посполитой, сильнейшей, огромнейшей империи, которая даже в 17-м году претендовала на московский трон. Помните эту знаменитую историю Ивана Сусанина «Жизнь за царя», когда Рылеев писал «Чистейшая кровь чистый снег обогрела», она для России спасла Михаила. То есть реально они, поляки, шли искали этого Михаила, который на самом деле уже стал первым царем династии Романовых на русском троне. Ну, Иван Сусанин потом стал, так сказать, символом экскурсовода вместе с Моисеем. Он завел поляка в лес. А мы сейчас говорим о том, что Речь Посполитая, это было гигантское, мощнейшее государство, которое, как и многие империи, стало постепенно крошиться и была уничтожена и выборностью короля, и внутренними раздорами военными действиями в Австрии, Пруссии и России, до ее полного краха и раздела. Сам Понятовский отрекается от престола в 1795 году, после второго уже раздела Польши, то есть второго нападения Екатерины Второй на Польшу. Он отрекается от престола и, как ни странно, умирает не где-нибудь, а в Петербурге. Украина, как сейчас Польша, бесконечно то завоевывалась Австрией, то возвращалась к Польше, пока во время третьего последнего раздела Польша окончательно не потеряла независимость и не попала под управление России. Вот что пишет Пушкин в своем стихотворении. «Клеветники, враги России, что взяли вы? Еще ли рос больной расслабленный колосс? Скажите, скоро ли нам Варшава предпишет гордый свой закон? Куда отдвинем строй твердынь? За Бук, до Борска, до Лимана? За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Призвав мятежные права от нас, отторгнется Литва? То есть Литва тоже металась туда и сюда. Наш Киев, дряхлый, златоглазый, сей пращур русских городов, сроднит лесбойную Варшаву и святыню всех своих гробов? За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Во время польского восстания 1830 года вопрос об Украине не поднимался. Она само собой сходила в состав Польши и в ней бы и осталась, поскольку поляки требовали восстановления независимости и границ до первого раздела Польши 1772 года. Восстание 1839 года было жестоко подавлено, Европу заполонили польские беженцы. Интересно, что еще до перехода Суворова через Альпы, затеянного как совместная военная... Вы помните эта знаменитая картина «Переход Суворова через Альпы»? Она затеянного как совместная военная захват-операция с австрияками. Надо сказать, что она ничем не закончилась, потому что австрияки кинули Суворова, и ничего ему не досталось. Прославленный воин Суворов, войдя с войсками в Варшаву, жесточайшим образом подавил польское восстание 1794 года. В России-то он был как раз известен тем, что он победил Варшаву. Литературу об ужасах резни гражданского населения, как и оправдание этой резни, можно сегодня легко найти. Варшава тогда, как и Киев сегодня, отставила свою независимость от иго Российской империи. Пушкин. «Восстав из гроба своего, Суворов видит плен Варшавы, вострепетала тень его, от блеска им начатой славы». То есть Суворов вот и начал эту славу бесконечного покорения Польши, Украины и всех вот этих республик, близлежащих к России. Трагедия Шопена, Фредерик Композитор Шопена и враждебные ему пушкинские строки, как-то не укладывается вражда Шопена и Пушкина, бросили меня на историю Польши. Военные захваты спецоперации Екатерины II привели к трем разделам Польши в 1772, 1792 и 1795 и к последующим бесконечным восстаниям поляков, пытавшихся освободиться от навязанной им, как сапог на горле, участи быть униженным огрызком русской империи, от которой они освободились только в 1922 году, во время чуда на Висле, когда Красная Армия за отсутствием припасов остановилась, не взяв Варшаву. Но недолго, аж целых 17 лет, побыла Польша независимым государством до очередного нападения русской империи под псевдонимом Советский Союз и очередного раздела Польши с лучшим другом нацистской Германии. Пушкин отражает пропутинский победно-захватнический сентимент, испытывая сегодня огромной частью российского населения. Кто сидит в Кремле, значения не имеет. Не тиран создает рабов, рабы создают тирана. Каков народ, так и и бояре. Народ хочет победы, чтоб было, как при Сталии. Если надо, повторю. Коллективный оргазм победы хотят ощущать и хотят увидеть поверженную Украину, как современники, окружавшие Пушкина, хотели увидеть поверженную Польшу. В двух мало цитировавшихся стихах «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» это отражено. Пушкин. И Польша, как бегущий полк, во прах бросает стяг кровавый, и бунт раздавленный умолк. Или русского царя бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык. Итак, решая вопрос, войдет ли Путин на Украину, нужно было учесть, что председательники только в XVIII веке входили туда минимум три раза. В XIX веке несколько раз. А про XX век смешно говорить. Просто отновали туда и обратно, туда и обратно. Почему в таком удивлении все от того, что Путин начал войну? Или все начитали странного закона, что на суде при разборе преступления нельзя упоминать предыдущие? Вы удивляетесь, что серийный убийца убил еще кого-то? Давайте посмотрим на российские агрессии XX века. Вторжение в Польшу, вторжение в Финляндию, война с Гитлером. Послушайте речь Сталина перед подписанием пакта Молота Риббентропа. Нам нужна война. Не хотел объединяться с Англией, Францией против Гитлера, потому что тогда Гитлер на Польшу не нападет и войны не будет. А без войны коммунизм во всем мире не победит. Коммунизм под руководством Сталина и с войной победил и захватил пол Европы. Не прошло и десяти лет. Подавление восстания в Германии, танковое вторжение в Венгрию. Они пытались выбраться из-под российско-советского сапога. Советским казахам и эстонцам в Венгрии нужна не была. Устайловка ядерных ракет на Кубе войной не считается. Участие в боевых действиях на стороне Египта и других ближневосточных стран против Израиля войной не считается. Создание тренировочных лагерей для террористов, никогда не существовавшей палестинской нации в Казахстане, войной не считается. Прошло чуть больше десяти лет и танковое 1968 года вторжение в Чехословакию. Она пыталась выбраться из-под российского сапога. Участие во вьетнамской войне войной не считается, хотя Андропов заявил, «Мы выиграли войну во Вьетнаме на улицах Вашингтона. Прошло чуть больше десяти лет и вторжение в Афганистан. Испугались, что там будет проамериканское правительство. Президента вытащили из дворца и пристрелили. Прошло чуть больше десяти лет и вторжение в Чечню. Она пыталась выбраться из-под российского советского сапога. Прошло чуть больше десяти лет и вторжение в 2008 в Грузию. Она пыталась выбраться из-под российского советского сапога. Прошло чуть меньше десяти лет и вторжение в 2014 год в Украину-Крым, она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога. Прошло чуть меньше 10 лет и другое вторжение в Украину. Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога. Только несколько считаемых на пальцах лет Россия в копках Советский Союз в 20 веке не участвовала в огромном списке военных действий, карательных операций и геноциде против других народов. И эти годы были 1935-1937 годы, когда она вела чудовищную с десятками миллионами жертв. Карательную операцию — геноцид против собственного народа. Российская ментальность — агрессивный склон к насилию. Векторы агрессивности отдельных людей сливаются в гигантский вектор агрессии и насилия государства над другими странами, а главное — над своими подданными. Любые правители — Пётр I, Сталин, Путин — только отражение этой подозрительности и агрессивности. В первую очередь, эта подозрительность и злоба обращается на чуть отличающихся умом, талантом, богатством, просто удачей в своей собственной среде. По выражению Белла Ахмадулина, это страна, которая с военными крустиными зубами загрызает лучшее, что у неё есть. Иммигрантское кладбище в Париже — это могила русской культуры. Ни из одной страны мира лучшие люди не спасаются в других странах от преследования своих собственных собратьев. Склонность к насилию отражается в первую очередь к насилию на себе подобными. Русский философ Зиновьев сказал, что НКВД возникло не потому, что необходимо было арестовывать, пытать и убивать, а потому что была огромная масса людей, которая желала арестовывать, пытать и убивать. Это же не Сталин привязывал голых заключённых к лошадям и пускал по ледяным торосам. Это не Сталин в лагерях связывал заключённых женщин и сажал обнажёнными на муравейники. Когда на Западе увидели зарисовки с натуры лагерного охранника Данца Газангиева, они отправили альбом в раздел садистской порнографии. То, что Россия действительно умеет делать, — это война и оружие. Один американский конгрессмен сказал, что Россия — это страна третьего мира с современной военной техникой. Пётр I колокола с церквей снимал и в пушки переливал. Что ещё в реальности делалось, кроме оружия и создававшихся для военного превосходства спутников? Военный бюджет в стране был самый огромный. В тяжёлые времена кормили только армию. Петербург, город, построенный Петром как крепость, чтобы грозить шведу, при советах превратился в гигантский оружейный завод и огромный центр военных исследований. Даже ленинградская тюрьма Кресты была превращена в шарашку. Моя родственница, приезжавшая туда за чертежами для военного завода, насчитала только в одном зале 400 кульманов, за которыми работали заключённые. Среди множества моих старших знакомых и сверстников, в Ленинграде все работали на военных заводах или в ящиках. Вся страна работала на оборону. В начале 80-х годов. Оборону от кого? О, Игорь Губерман. «Россия не опасен внешний враг. Её хранят пространство и снега. Куда страшнее внутренний дурак, усердно сочиняющий врага?» Нет, дорогой Игорь, с внутренним просто дураком было бы проще. Это агрессор опасный, расчётливый и совсем не глупый. Если Россия что-то создаёт, она непрерывно создаёт оружие. Она беременна оружием. Эта тяжёлая оружейная беременность высасывает из неё все соки. Такая беременность рассосаться не может. Она рождает войну. Война с Украиной – результат в стиле Второй мировой войны, разработанного генералитетом плана захвата. Россия вроде бы приблизилась к цивилизации. Заграничный туризм, компьютеры, доллары, айфоны, кофеварки, микроволновки и прочие гаджеты. Прямые самолёты в Канкун, виллы в Монтенеггер, квартиры в Дубае и Болгарии. Нет, нужно всё изгадить. Напоминает американский анекдот про лягушку и скорпиона. Лягушка, западная цивилизация, перевозит скорпиона через реку на спине. Неожиданно он её кусает. «Что ж ты делаешь?» – скрикивает лягушка. «Ты же утонешь вместе со мной». «Ничего не могу с собой поделать», – отвечает скорпион. «This is my nature». Пока Запад не изучит натуру скорпиона, он обречён быть укушенным и потопленным. Вот это то, что я написала по поводу вторжения Путина и всей этой истории. Я так понимаю, что вам нужно сделать перерыв на рекламу. Буквально несколько минут. Возвращаемся в программу Дадьяна Минакер. «Путешествие в новую реальность» или «Экскурсия в новую реальность». Можем продолжить. Ну, вы знаете, вот это, опять же, война за расширение территории – это настолько, ну, хабичило, как говорят американцы, привычный образ жизни для советского военного комплекса. Вы знаете, я была в Калининграде много лет назад, это же бывший Кенигсберг, это была гигантская, совершенно захваченная территория во время Второй мировой войны, захваченная у Пруссии, абсолютно неразработанная, пустынная, так сказать, как вам сказать, вот чувство, что оттуда изгнали местное население. Я знаю историю вот этой, так сказать, тоже были там беженцы, несколько миллионов людей из Пруссии. Захваченная, но совершенно неразработанная, не освоенная, не толком заселена. Я уже не говорю, что я выслушивала еще лет 20 тому назад рассказы, ну, за что купил, за то и продаю, своих туристов с Дальнего Востока, которые говорили, что Китай платит стипендию русским женщинам, которые выходят замуж за китайцев, и что там это сейчас повальное явление. Это было лет 20 тому назад, 25. И что это повальное явление, и что таким образом Китай без всякой оккупации тихо занимает Дальний Восток, потому что он тоже не заселен, там огромные территории, не задействованные ничем, неразработанные, просто пустые. И вот сейчас, опять же, вот это кому это завоевание Украины нужно, я не знаю, понимаете, это все выглядит со стороны по известной русской поговорке. Или там стишок такой был. «Своего нам и нахрен не надо, а чужое мы хрен отдадим». Точнее, ну, там другие слова используются, правда, более грубые. И, понимаете, вот это то самое, когда постоянно идет завоевание, потому постоянно этот скорпион говорит «this is my nature», вот такое я дерьмо. «Это вот я иначе не могу, вот я такой», понимаете. Вот ему надо все время завоевывать. Он умеет это делать, да, и испытывает от этого удовольствие. А то, что за спиной остаются гигантские, там, псковские, новгородские области, незаселенные, брошенные землями с деревнями, где средняя продолжительность жизни мужчины 40 лет, это, кого это волнует? Это никого не волнует, понимаете. И вот это, конечно, просто я понимаю, что, вы знаете, вы будете смеяться, но в свое время, в начале, когда Путин начинал свою деятельность, он мне где-то очень даже нравился, и я даже гордилась тем, что я училась с ним в одной школе у одних учителей. Но потом, конечно, идет перемена правителя всегда, потому что правитель всегда потрафляет интересам окружения своего. И даже если там ставят ангела, самого там, я не знаю, с крылышками, его превратят в дьявола там за 15-20 лет запросто, понимаете. Потому что идет вокруг него мерзкая война всегда, он лишен информации, чаще всего ему очень... Ну, даже я просто хорошо знаю, что творилось вокруг Сталина, когда все, как писал бы Дельштам, а вокруг него сброд толстокожих вождей, он играет услугами полулюдей. Когда, условно говоря, они все друг на друга валили вину, когда все, но все были объединены одной идеей, что вокруг враги, что все хотят Сталина убить, и что все хотят его заморить. И самая главная война – это была война соперничества друг с другом, в которой сначала погиб Киров, потом погибли все эти Каменевы Зиновьи и Бухарина и так далее, потому что стоящие рядом, они все время наузкивали Сталина на своего соперника, стоявшего рядом. Но все это самое главное, что самая, так сказать, всегда тема, любая тема, так сказать, самая, будем так говорить, вознаграждаемая – это всегда была война. То есть враги, кругом враги, впереди враги, сзади враги надо воевать, а ты единственный, кто можешь нас в этом деле вести, веди нас и так далее. Но еще Платон на эту тему писал, что если человек захватывает власть, он в первую очередь должен сочинить войну, потому что тогда люди будут искать водителей в этой войне и будут подчиняться и так далее. Еще Платон очень чутко описал эту схему. Естественно, что Путин никуда не делся, и вот то, что сегодня продолжается, это, к сожалению, очень закономерное развитие того, что всегда происходило в России. И вопрос другой, понимаете, как говорил товарищ Ленин, кто виноват и что делать. Кто виноват, мы уже поняли, а вот что делать на сегодняшний день, мало кто понимает, потому что Путин требует признания Крыма и отдачи Луганской и Донецкой области под власть России, Украина сопротивляется, ну и так далее. И, в общем, 2 миллиона беженцев, уже сегодня больше 2 миллионов беженцев. А самое главное, что идет чудовищная пропагандистская война. И если бомбят сегодня физически только Украину, то все население всего мира сегодня, я вижу очень хорошо по Франции, потому что у меня там живут родственники, я вижу это хорошо по Москве, потому что там у меня тоже осталось много друзей, и все это, и Петербургу, само собой, что даже образованные люди, поскольку у них нет других источников информации, не так их много, и вообще люди заняты своей жизнью, что там может бухгалтер, который утром, в 7 утра выходит из дома, в 8 приезжает на работу, сидит там до 5-6, возвращается, и там должен приготовить обед, еще купить продукты и так далее, и так далее, что он может вообще, какие у него возможности изыскивать информации? Да никаких. Вот то, что по телевизору, так сказать, мясорубка из телевидения, так сказать, тащит, то он получает. И естественно, что люди абсолютно прозомбированы, абсолютно прозомбированы. Вот они считают, что, так сказать, Путин прав, что на Украине нацисты, что там сегодня вообще выступил вообще этот министр, во-первых, выступил Лавров, потом министр иностранных дел, который заявил, что на Украине биолаборатории там издаются какие-то страшные совершенно вирусы, которые 100% человечества погубят. А вообще сегодня выступил Кириллов, там Министерство обороны, которые говорят, что 13 лабораторий на территории Украины было разгромлено, и там они все сейчас прячут остатки этих лабораторий. В общем, а понимаете, в общем, все дела, бухгалтер-то не может пойти, сейчас сесть, надеть шлем, сесть на самолет, полететь в Харьков, где, они говорят, эти лаборатории находились, и проверить, есть ли там вирусы, и вообще есть ли эти лаборатории там. Понимаете, он верит тому, что ему говорят, да может быть, и я бы даже поверила, если бы я просто не знала цену тому, что делается, и не изучала, и не изучала работу пропагандистского аппарата. Да я его вижу каждый день, потому что я сижу на этих американских платформах, типа Квора там и других, и вижу, что, когда появляются тролли. Вы знаете, это очень интересный опыт, потому что они же, хотя они пишут по-английски, но у них у всех штампы, они, видно, проходят тренировку совершенно определенную, там, в Ольгин или в каких-то своих центрах, где им дают эти штампы, значит, что надо писать, что там, типа, расизм в Америке, негров вешают, индейцев туда, определенные штампы совершенно, так сказать, под мостами живут, ну, в общем, я это вижу очень хорошо сразу, а самое главное, поскольку я лингвист, я хорошо вижу, что эти люди изучают, что это вторичный язык, а фамилия у него Джон Смит, понимаете, или там, Мелиса Смит, то есть, явно это люди, я ему пишу, парень там, ну, то, что ты бред несешь, это понятно, но какой ты Джон Смит, когда у тебя явно английский язык, изученный в колледже, и этот человек тут же исчезает, понимаете, потому что, ну, его поймали, и все, он тут же меняет, так сказать, профиль и уходит в какое-то другое место, то есть, пропаганда сумасшедшая работает, и вот это то, чего не понимают они, американцы, и я уже не говорю про там, британцы, а Франция уже давно распропагандирована, хотя там сегодня выступают голые девки, полуголые, покрашенные в цвета украинского флага, на площадях Парижа, ну, у них просто, знаете, им хочется полуголыми ходить, а это просто повод себя показать, понимаете, вот, но вот это все, что они могут делать, поэтому на сегодняшний день, к сожалению, и Америка, и Европа не понимают мощь самого важного российского оружия, и это оружие называется пропаганда, даже арабы это понимали, когда они говорили, что хорошо, вовремя напечатанная статья стоит выхода на поле битвы тысячи танков, понимаете, журнализм – это страшная сила, и вот, к сожалению, американцы этого не понимают, а тем более республиканская партия вообще этого не понимала по-настоящему, они до последней минуты не поняли, что против них ведется война, и сегодня, к сожалению, Америка и Великобритания, вот этот последний, будем так говорить, оплотый западной цивилизации, они тоже этого не понимают, понимаете, ну, вы понимаете, как человек, который сам не вор по натуре, в принципе, он не ждет, что его постоянно воруют, точно так же, как, будем так говорить, женщина, которая не изменяет мужа, она не думает о том, что все вокруг изменяют, там, и так далее, ну, это обычно надо смотреть, в чем тебя обвиняют, и ты поймешь, чем страдает сам обвинитель, вот, поэтому, вот, на сегодняшний день, когда Россия обвиняет Америку, черти знает в чем, и в биолаборатории, главное, Украину вообще, я думаю, что Украина – это последнее место, где надо биолаборатории изучить, устанавливать, вот, я как-то плохо понимаю, что там такое количество биохимиков, учившихся в Америке, как в Китае, но, в любом случае, вот, на сегодняшний день это то, что происходит, и я свою статью опубликую в газете, кстати, у Жанны Сундеева, она еще не опубликована, так что, милости прошу, пожалуйста, читайте, если какие-то вопросы, то можете поставить их в комментариях. Да, кстати, когда вы говорите о пропаганде, мало того, что 24 часа сутки, 7 дней в неделю, там, скажем, по центральным каналам показывают какое-то видео, ведь на сегодняшний день не проблема сфабриковать любое видео, не говоря уже о фотографиях, любые фотографии с помощью фотошопа, любые видео можно сделать на любом фоне, и так далее. Так вот, мало того, что 24 часа в сутки, 7 дней в неделю центральные каналы транслируют свою пропаганду, скажем, радио или телевизионная какая-то станция, которые имели смелость высказать какую-то нейтральную позицию или, скажем, намекнуть, или даже произнести слово «война», вот, скажем, радиостанцию «Эхо Москвы», которая особо не отличалась, но чуть-чуть немного была, так сказать, не в русле, что называется. Ее прикрыли. Прикрыли телеканал «Дождь», который тоже позволили себе говорить о войне, а там запрещено произносить слово «война» теперь. Теперь это специальная операция. И у меня вчера была программа с Иваном Денисовым, и он, говорит, я вынужден, так сказать, контролировать свой язык, я не могу произнести некоторые слова, потому что они приняли закон, предусматривающий уголовное преследование, наказание до 15 лет. То есть, если человек вышел на площадь с каким-то плакатом «Остановите войну», ему грозит 15 лет тюрьмы. Вот как это работает. И потом люди, которые живут здесь, в США, которые смотрят не только... Они сейчас перекочевали, так сказать. Ну, если на некоторые платформы, я имею в виду там телевизионные какие-то там, кабельные или еще какие-то, отказались от каналов российских, то в интернете я стал смотреть, довольно много стало появляться вот этих клипов из российского телевидения. То есть, если люди до этого не смотрели российское телевидение впрямую и у них сложилось, у некоторых сложилось твердое убеждение, что Россия в этом случае права, то сейчас, когда отказались от российских каналов некоторые телекомпании местные, ну, провайдер, я имею в виду, то теперь на интернете идут те же самые клипы из центрального российского телевидения, просто они выходят не как там, скажем, первый канал «Россия», а кто-то его постает под каким-то именем. И тут та же самая пропаганда продолжает работать. Да, вы понимаете, еще все дела, к сожалению, наш мозг – это как ведро, какую жидкость туда залили, это вот тут он несет, понимаете? И кто больше заливает, и чья струя сильнее, тот и побеждает, тот больше вокруг себя имеет таких ведер, заполнен к этой информацией. Поэтому, увы и ах, вот у них сегодня струя намного сильнее, и большее количество воды информации заливается в эти ведра. Поэтому надо это очень хорошо понимать, а во всяком случае как-то объяснять хотя бы, что надо усилить свою струю, потому что пропагандистская информационная война, она по большому счету даже более важна, чем любая другая. Потому что когда в одной семье родители слушают одно, дети другое, а потом они начинают между собой ругаться, ну или, например, у меня сейчас вообще катастрофа, потому что у меня целый ряд очень близких друзей, они, как ни странно, заняли какую-то такую агрессивную позицию. Сначала они были про Трампа, а потом про Путина, а сейчас они вообще, то есть, ну вот они, условно говоря, верят тому, что там 13 лабораторий на Украине, что вообще Путин вошел на Украину, чтобы уничтожить биологические лаборатории, которые рассчитывали на то, чтобы забрасывать в Россию биологическое оружие. И что Америка нарушила, значит, договор, по которому биологическое оружие не будет использоваться вообще. Ну, тогда давайте, потом, господа, все, что можно сказать, это то, что надо понимать, каждый раз, включая телевизор, из какого бронспойта эта струя идет. Потому что, увы, то, что говорили о том, что должен быть журнализм объективный, я помню, в свое время, когда пошла эта тема объективного журнализма, то Советский Союз в истерику впал, у нас там масса газет, журналов говорила, что не может быть объективного журнализма, такая вещь вообще не существует. Знаете, я, к сожалению, сейчас начинаю беспокоиться, что может так оно и есть. Потому что, вы знаете, это известная история, когда в Париже в метро собака напала на мальчика. И мужчина молодой скачил и бросился, и вообще рискуя собой от этого, оторвал эту собаку от этого мальчика, спас его. И вот в газетах, что вот такой герой, значит, оторвал собаку, значит, спас мальчика от собаки грозной. Но вдруг они узнали, что он солдат израильских сил, что он солдат Адеев. И тут же тема появилась другая, что гнусный, агрессивный израильтянин напал на несчастную собаку, избил ее, уничтожил. Про мальчика уже все забыли, а вот то, что этот гнусный израильтянин покалечил собаку, вот это по всей уже пошло. Вот это вопрос описания одного и того же факта двумя сторонами. Понимаете? Одни пишут, что он спас ребенка, а другие пишут, что он покалечил собаку. Вот, к сожалению, то, о чем мы говорим, что на войне первое, кто страдает, это страдает правда. Для меня по сей день остается загадкой вот вообще вся эта компания. То есть, ну, я пытаюсь найти какое-то рациональное зерно в том, что происходит, потому что все-таки современный мир, исходя из каких-то рациональных вещей, прагматичных вещей делаются даже безумные какие-то действия. А что ищет Путин в Украине? Ну, вот, с рациональной точки зрения, что он приобретает? Вот, если гипотетически он считал, что они войдут, они завладеют, он посадит там своего наместника, что это ему дает реально? Я не мог найти никакого объяснения. Другое дело, что, скажем, сзади там маячит Китай, вот тут я как-то могу себе объяснить это, потому что от всей этой ситуации, на самом деле, даже от сегодняшней ситуации, трагической, Китай выигрывает по-любому. Неважно, как, так сказать, что является конечной целью, вот в этой ситуации, так же, как Китай выиграл во время локдаунов, которые объявили наши идиоты здесь, перекрыли, закрыли, убили миллионы бизнесов, в это время выиграли, что называется, магазины биг-баксов и Китай. Все остальные проиграли. И в этой ситуации, похоже, тоже Китай может дергать за веревочки. Россия попадает в полную зависимость от Китая, поскольку она попала в изоляцию от цивилизованного мира, она попадает в полную зависимость от Китая, и Китай сидит и, так сказать, у него есть вот такой ручной, теперь здесь, пёс цепной. И, на самом деле, если даже, ну, вот сегодня прозвучало о том, что отказываемся от закупок нефтепродуктов в России, Китай, очевидно, будет закупаться. ситуация, что касается нашей ситуации, значит, ведём переговоры с Ираном и с Венесуэлой, то есть, с диктаторами, с людоедами мы ведём переговоры для того, чтобы закупать нефть. И сегодня, выступая, так сказать, на пресс-конференции, правда, не ответил ни на один вопрос Байден, он сказал, что мы сейчас добываем нефть и газа больше, чем мы добывали в 2020 году, что является абсолютной ложью, ну, абсолютная ложь. И вместо того, чтобы развернуть добычу углеводородов у себя, у нас, мы обращаемся к Венесуэле и к Ирану. И мы обращаемся к России, чтобы Россия была посредником в переговорах между нами и Ираном. Ну, это ли не бред? Это, у меня это никак не укладывается в голове. А с другой стороны, если мы вспомним до этого, как обамовская администрация действовала в отношении Ирана, как они отправляли туда миллиарды долларов денег наличкой и подписали этот договор, который позволял Ирану создавать, по сути дела, ядерное оружие. Татьяна, спасибо вам огромное и до встречи в следующий раз. Ну, хорошо, счастливо, пока, рада вас видеть.